Сегодня 30 июля 2018 год. Погода спокойная, тихая, хотя и обещает дождь. Днепр также. Щель. Смотрю. Смотрю. Вот там ман какой-то, ещё не видел такой. Интересно, она самоходная, а буксир тащит. Ломался, наверное. Андрей, слезь, я не ж не видел. Субтитры сделал DimaTorzok. Рыбочки ловят, как сюда рыбу на пристани. Что-то потерял. Да, водоросли на берегу. Раньше столько раков было. Может быть какая-то большая рыбина сдохла. Такая экология сейчас. Рыба дохнет. Ну, там какие-то придурки молодые. На машинах проехали, бухают. Вот вам и ДТП. Молодые на БМВ и все готовые. И сейчас поедут пролесить. Там дети попадают под колёса. Дальше. Да, природа отдыхает. Матый-перематый кошмар. Матый-перематый кошмар. Откуда они такие? Порезники жужжат. Красота. Ну, вот, в воскресенье все рано. Ну, разорить. Красота. Без пассажиров. Сам по себе. Рядом с Дворцом культуры вот такие альтанки. По-простому, как говорят, беседки. Вот они уже начинают рушиться. И не знаю, когда до них дойдут руки. Но я по натуре оптимист. И верю, что всё же ДК как-то внутри ремонт сделали. Хотя снаружи ещё с тыльной стороны ничего не делано. Но когда-нибудь дойдут руки до этого. Иначе она разрушится. И будет только одни воспоминания. Как говорят философы, на оптимистах держится мир. А пессимисты только зрители, наблюдатели. Да, вот так. Исходя из того, что мысль материальная, пессимисты всегда своими мыслями разрушают всё вокруг себя. Так как мысль материализуется. И поэтому происходит разрушение. Вот такой вид с этой альтанки на берег Днепра. Ну, как говорят в шутку, чем отличается оптимист от пессимиста. Ну, как эти все приколисты говорят. Оптимист это недоинформованный пессимист. Раньше проводили опыт, помню, со стаканом воды. Чтобы установить, выявить пессимист человек или нет. Наливали ровно пол стакана воды. И затем спрашивали, сколько в данном стакане находится воды. На половину полной или на половину пустой. Но те, кто отвечал, что стакан на половину пустой, те являются пессимистами. А кто говорил на половину полной, вот и есть те люди оптимистами. Можно проверить на себе или на каком-то. Вот я лично оптимист. И поэтому стараюсь не разрушать мир своими мыслями. А верю в то, что вот это все со временем восстановится. Не только у нас в Новой Каховке, но по всей Украине. Главное убрать этих крохоборов от кормушки. От корыта. Найти честных нормальных людей, которых очень мало. Да они почему-то в власти не попадают. У них нету денег, нету денег, нету власти. Это все взаимосвязано сейчас. Какой не был Сталин. Ему не надо было денег. Ходил в штопанных валенках. В сюртуке зашитом. Он чисто уповался властью. У него власти было достаточно, чтобы все иметь. Много он конечно горя принес. Но и много чего сделал. Этих только воруют и все. На другой стороне дворца культуры. Находится вторая такая альтанка. Также вот в стадии разрушения. Раньше был здесь шахматный клуб. Приходили люди. Культурно отдыхали, играли в шахматы. Затем был бар. А сейчас она стоит и валится на восходе солнца. Только что встретил отца наших знаменитых актеров. Носковых из Новой Кахолки. Кто знает, у них фильм сейчас популярный «Женский доктор». Очень долго с ним говорили. Интересный человек. Говорит, часто задают вопросы, за сколько ты купил. Заплатил за поступление. Он говорит, а я же простой советский инженер. Не имел таких денег. Просто ребята талант свой показали, их и приняли. Вот смотрите по фильмам, как они играют. И все станет ясно, за какие деньги они поступили. Вот он и говорит, как я не уговаривал Илью пойти учиться на доктора. Но он пошел поступать в театральное из 500 мест. Они с братиком прошли с первого раза. Дети талантливые. А некоторые пытаются на этом спекулировать, наверное, из-за зависти. Во всем нужно иметь талант и призвание. И тогда будет все в жизни хорошо. Сегодня 31 июля 2018 год. 6 часов 10 минут. Плюс 27 градусов. Вот такие грибы растут в парке. Еще свежий деревянный гриб. Свежим ножом можно и кушать. Вот мы уже на Крещенской куполе опять я зашел. Вот такая картинка. Вот видите. Обращаюсь ко всем жителям Новой Каховки. Да любите же свой город. Такая красота. Я не знаю, может я ошибаюсь, но для меня это самый прекрасный город в мире. Молодой, красивый. С таким количеством населения. Я не знаю, есть ли в мире еще такой город, который имеет столько знаменитостей. Чемпионов во всех видах спорта. Мира, Европы, Украины. Артистов. Разных других знаменитостей. А некоторые вот так поступают. Я не знаю. Ну вот же рядом. Написано для тупоголовых. Сюда бросают мусор нормальные люди. Ну как этих назвать, я не знаю. А делайте им замечания, не бойтесь. Когда будет знать, что мимо никто не пройдет просто так. Я не думаю, что так вот будет, как вот сейчас. Это же невозможно. Сейчас придет человек и будет за ними убирать. Да, гульки. Вот такой красоты мало где видишь. Прямо почти в центре вот. Растут такие прекрасные. Доярышник уже почти спелый. Травка зеленая. Птицы поют. Солнышко стоят. Солнышко стоят. Поддерживайте. Поддерживайте чистоту, порядок в своем родном городе. Нам здесь жить. Детей воспитывать, внуков. Чтоб было куда прийти. Отдохнуть. Вот такая красота. А многие это не понимают. И живут здесь, и делают пакости сами для себя. Улица Пионерская, 25. Придя с армии, я жил в этом доме своей бабушке и тете. Вот балкончик. Они уже нет живых. Работал на электромашзаводе. Напротив это женское общежитие электромашзавода. Пожил у тети. Перешел вот прямо через дорогу. Это было мужское общежитие Пионерское, 38. Также электромашзавода. За ним находится еще одно общежитие женское. Электромашзавода. Но сейчас это уже дом. Видите. Перестроенный. Улиточки. Как кустик. На рыбалочке человек собрался. Сидеть на Днепр. В Новой Каховке у нас есть такая услуга. Новая Каховка Москва. Микроутобус ходит. Давненько они занимаются перевозками. Все желающие на Москву. Можно обращаться. Телефоны есть. Телефоны есть. Телефоны есть. Чего ищем? Эх! Маленькие. Наверное, таковы молоденькие вылетели. Недалеко от Платаново, якобы их у нас есть такой парчик изумруд 2 летний. Прямо на берегу. Вот такая красота здесь, травка зеленая, столики, рано утром, никого понятно нету, и с ночи еще никто не загулял. Бассейн с рыбками золотыми, рыбки. Рыниковая водичка стекает. Ну вот так ездили летом на жаре отдохнуть. Тенечек, платанчик такой красивенький, тень создает тепличную. Ночью свет даже горит с ночи. Сегодня ветерок. Немножко жару перебывает. Классно. С той стороны видно казацкое. Некоторые меня спрашивают, ты же живешь в Украине, а комментируешь все на русском. Вот и поясняю. Комментирую так, как многие украинские языка не знают. Те, которые смотрят, например, в США, в других странах, в России. Некоторые просто украинский язык с трудом разбирают. Поэтому комментирую на русском языке. Хотя хорошо знаю украинский язык. Учился в украинской школе. А вот по просьбе, чтобы всем было понятно, о чем я говорю, разговариваю на русском. Хотя, ну, а некоторые даже говорят, вот Украины не было языка. Язык придумали где-то в восемнадцатом году. Ну, тогда непонятно, как Шевченко в семнадцатом столетии писал стихи на украинской мове. Да. Или вот, к примеру, есть такое слово украинское, каханья, да. Украинцы знают, но какое озвучное и красивое слово. Кахаты, это на русском любить, да. Но наши лингвисты говорят, любить можно родину, борщ можно любить, а кахать можно тикижинку. Такое ласковое слово, да. Очень звучное и красивое слово каханья. Как его можно было придумать, я себе не представляю. Так что, вот поэтому и разговариваю на русском. Я не знаю как то, но я лично не представляю, как можно придумать, изобрести или как еще сказать какой-то язык. Читайте Библию, там написано, как, откуда происхождение языков, откуда пошли разноречия в мире. Честно, не представляю, как можно придумать язык, тем более украинский. Хочу снять серую цаплю, но она такая осторожная, она далека, сразу замечает и улетает. Она в красной книге, поэтому они такие, их мало осталось, и только-только чуть-чуть, только вот за кустом. к ней увидела одним глазком, слух у них и зрение очень хорошее. Красавица какая. Сейчас улетит сразу, только заметит меня. Опа, и полетела. Рыбу где-то поймала. Бакон. То есть, ну, что ждешь. Недавно выброс какой-то химических элементов в Днепре обнаружили. Сделали анализы, установили, что за химические элементы, но почему-то не установили, с какого предприятия. Хотя, ну, есть у вас результаты, возьмите предприятие, проверьте, которое сбрасывает Днепр. Можно уже установить, кто это. Хотя штрафы смешные, никто и не боится. Ух ты, что вы деретесь там. Ух ты, что это? Ух ты, что это? Ух ты. Ну, какая красавица. Вот ты чего, каркашный? Чего ты орёшь? Квара! Кот какой-то вышел сам на рыбалку на берег. Кисюль! Иди, иди сюда. Ну, не бойся. Камеши побежал. Кис, кис-кис-кис. Всё. Кисюлька! Павелика называется такое растение. Паразит. Она на труи цепляется. Такие ниточки. Она ядовитая. Но в медицинских, в народной медицине используют как в определенных дозах для лечения водянки. Такой, кто знает, это коварная такая бы болезнь. Вот она такая. Это уже просто подсохла. Всем доброго дня. Сегодня 1 августа 2018 год. Находимся на территории нашего Сахетэ, Новая Каховка. Вот человечек один приехал из России. Сейчас она немножко расскажет, как она приехала, встретили, как отдохнула. Вот, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие Новокаховские друзья и родственники. Я приехала с Калиегада. Доехала очень отлично. Вот, препятствий никаких не было. На таможне всё очень хорошо. Отдыхается отлично. Днепр тёплый. Азовское море отлично. Разговариваю на русском языке. Никаких препятствий нет. Все доброжелательно относятся ко мне. Вот. Приветствуют. Всё отлично. Я не знаю. Мне очень нравится. Каждый год приезжаю сюда, на свой любимый городочек, Родину, Новая Каховка. Вот. Очень приветствую. А где отдохнули, как отдохнули? Отдохнули на Розовом море. Дважды ездила. Вот. Завтра поеду на Азовское море на недельку. Потом поеду к внучечке в Измаил. Вот. Тоже туда надо. На Чёрное море. На Чёрное море. На Чёрное море. Потом опять сюда, в Новую Каховку, и буду здесь до 20 августа. Родина. Ну вот по городу ходили же вечером, да. А, по городу вечером. Очень чистенько, аккуратненько. Вечером никаких угроз или там, как говорится. Отношения, да. Люди, как нормально. Тихо, спокойно. Вот. Не знаю. Мне очень нравится. Всех встречают друзей, все рады видеть меня за сколько лет. По сорок, по тридцать лет они меня не видели. Очень приятно. Приезжала и буду приезжать. Кто боится, да, не стоит, да? Нет, нет, не бойтесь, дорогие друзья, не бойтесь. Все отлично, все, все. Никаких профессий нет. Бандерцев не видели, фашистов не видели. Нет, нет, нет. А хотелось бы хоть одного так, ради интереса посмотреть. Не знаю, не знаю. Мне не попадалось и никто такого не говорил. Люди добрые, приветливые.